А та основная теорема арифметики в P от X в многочленах с коэффициентами поля. Например, Z по PZ при простом P, или дроби все, Q, или R, или комплексные числа, пока нам не знакомые. В общем, полей много разных, красивых и классных. И во всех них, верна, одна и та же основная теорема арифметики, которая очень просто формулируется. Но сперва мотивация. Значит, смотрите, предположим, у меня есть какой-то многочлен F от X. Он всегда может быть представлен в виде aN умножить на приведенный. aN умножить на многочлен, который начинается с X в N плюс. Ну вот дальше эти коэффициентики. aN-1 делить на aN. X в N-1 и так далее. То есть, в принципе, любой многочлен представляется в виде произведения константы, ненулевой константы, на приведенный многочлен в соответствующей степени. Но это в полях, именно с коэффициентами в поле. Это значит, мы сейчас временно начинаем про поле говорить, но потом вернемся к неприятностям. То есть, сейчас сформулируем для многочленов с коэффициентами в полях, а потом уже для неприятностей. Теперь давайте попробуем сформулировать и начать доказывать основную теорему арифметики. Ну вот, допустим, у меня есть некоторые многочлены, и он равен произведению каких-то других многочленов. f от X равен g от X умножить на h от X. Если они необратимы, то у них степени больше нуля, естественно. Тогда степень f, дег f, строго больше, чем дег g и дег h. А теперь, если мы дальше будем раскладывать g и h, то они могут быть разложены только у многочленов еще меньших степеней. Значит, если далее раскладывать, то не более, чем за n шагов даст f от X равно значит, то k меньше или равно n шагов даст f от X равно там h1 от X и так далее. hk от X, где все они уже простые, где все h и ты простые. Вот, ну то есть как бы вот если мы каждый раз выделяем, непростой раскладывается, а он все равно меньшей степени должны быть. Ну, как бы самое худшее, что может быть с нами, но на самом деле это самое лучшее с точки зрения анализа многочлена. Это когда он просто в линейный множитель разбился и все. Тогда их n штук. Вот, тогда k равно n. Но может быть и раньше остановится, если какой-то нелинейный будет неразложимый. Так бывает. Так вполне себе бывает в полях. Вот, то есть первая часть теоремы арифметики доказана. Заказано, значит, любой многочлен имеет конечное разложение. Конечное разложение. Вот, f от X равно h1 от X и так далее. hk от X. Прекрасно. Теперь, если мы, значит, значит, теперь если f от X равно так же q1 от X и так далее, qL от X, то напишем все, напишем оба равенства через приведенные. Вот, смотрите, как мы запишем. f от X равно а n на приведенный. То есть старший коэффициент здесь равен у f с чертой единицы. Он же равен там, ну не знаю, альфа 1, q1 приведенный от X и так далее. Альфа L, qL приведенный от X. И он же, вот этот же многочлен, равен бета 1, h1 приведенный от X. И так далее, бета L, hL приведенный от X. Вот у этих всех с черточками коэффициент старший равен единице. Но тогда смотрите, что происходит. Утверждается, значит, если мы поверим в ОТА, да? Если поверить в ОТА для многочленов, то вот тут парами разбиваются на эти самые, на ассоциированные там друг с другом, да? Но если два многочлена ассоциированные, а, то там, альфа i, qi от X, вот такой значок будет для ассоциированности, с каким-то бета G на hG с чертой от X. Вот. Но тогда qi с чертой от X равен тождественно hG с чертой от X. Потому что из того, что два многочлена значит, друг с другом ассоциированные, следует, что они отличаются произведением еще на какую-то константу гамма. Но тогда понятно, что у них, у всех, да, один и тот же приведенный представитель. Они все отличаются только на одну константу от вот этого q с чертой или от H с чертой. Значит, и те, и другие отличаются на константу. И получается, что два приведенных ассоциированы друг с другом. Но приведенные не могут быть ассоциированы. Если они ассоциированы, они равны, да? То есть, вот это вот отношение приведенности, как мы потом выясним, это отношение эквивалентности, поэтому из этого следует, что вот такие тоже приведенные. И, ну, что такое отношение эквивалентности, я еще не рассказывал, потом расскажу. Но из этого, из того, что приведенные эквиваленты, следует, что они равны. Потому что они не могут ни на константу отличаться, на старшей степени бы отличались. Ясно, что в приведенных, во-первых, одинаковые старшие степени, во-вторых, приведенные могут отличаться только на константу, умноженную на один из них. Но если в старшей степени имеет один и тот же коэффициент равный единице, то, соответственно, и из приведенности следует равенство. Все. То есть получается, что если мы поверим в ОТА, если мы в нее поверим, вдруг, на секундочку, поверим, то тогда мы на самом деле просто можем собрать, у нас получится такая запись, АН и Ф от Х равно, значит, альфа-1 и так далее, альфа-Л на произведение приведенных. И оно же бета-1 и так далее, бета-Л на произведение вот этих приведенных. Ну и как бы что теперь получается? Что на самом деле они просто попарно равны друг другу. И все. С точки до перестановки. И вот этот АН теперь равен просто произведению вот этих коэффициентов, и он же равен произведению вот этих коэффициентов, потому что нужно сравнить просто коэффициенты при ХВН, при старшей степени здесь, здесь и здесь. Ну и на них на самом деле просто тупо можно сократить, и останется равенство вот такое, что и Ф от Х, приведенный многочлен, равен произведению одного набора приведенных на другой. И из основной теории альфметики уже следует, что эти наборы просто тождественно совпадают друг с другом, без всяких там ассоциированностей. Q1 равен какому-то H и первому, Q2 равен H и второму и так далее. То есть это просто перестановка. Мы перестановкой получаем одно разложение из другого. Вот. Ну и обратно. Допустим, мы... Допустим, мы... Установили вот это утверждение, что если есть произведение... Если есть некоторый приведенный многочлен, и он раскладывается двумя разными способами в произведении приведенных, то тогда они друг другу попарно равны. Если мы это умеем доказывать, то из этого основная теорема арифметики тоже, естественно, тут же следует, потому что просто нужно из вот этого вот разложения, которое было, собрать приведенное разложение. То есть из исходных разложений выделить все эти константы, убрать их вот сюда, сократить и получить. То есть, допустим, мы умеем доказывать вот это. Тогда рассмотрим любые два разложения произвольных многочленов. Все константы и коэффициенты при старших вывинем за их предел. Соберем вот в таком виде разложения, сократим на все эти константы, которые в этом случае, конечно, должны быть одинаковые. Установим вот это вот равенство, воспользуемся той формулировкой основной теремы арифметики, установим, что каждый квит равен какому-то кужитому, вернемся в исходный и установим, что, соответственно, каждый вот такой вот ку исходный, тут с чертой, а тут без черты, равен соответствующему h, но не равен уже, а только ассоциирован. То есть в исходной формулировке мы выведем теорему из вот этой вот приведенной. Итого, удобная формулировка, удобная, эквивалентная, исходный, то есть без потери общности. Без потери общности формулировка от а. От а для p от x над полем. Вот и звучит. Это формулировка так. Любой приведенный многочлен f от x единственным с точностью до перестановки множителей способом раскладывается произведение простых приведенных. Произведение простых приведенных. единственным f от x равно q1 от x и так далее qr от x. Любой вообще многочлен f от x Единственным образом а в форме f от x равно an на соответственно это а an на q1 от x так далее qr от x и так далее где an старший коэффициент f а эти все товарищи а эти q1 и так далее опять же приведенные простые приведенные вот вот такая вот супер форма любой многочлен с коэффициентами в любом поле единственным образом раскладывается произведение старшего коэффициента своего и набора приведенных простых многочленов вот ну и собственно говоря мы ее будем доказывать значит довольно долго да не скоро не через некоторое время через некоторое время мы ее докажем а пока вернемся к z по mz от x то есть опять в ситуацию вот этих вот дебр и джунглей где куча всего не выполняется чего мы привыкли от многочленов ждать и еще некоторое количество аномалий здесь соберем а заодно из этих аномалий все же какую-то одну крупицу истины мы получим она будет называться теорема безу все же все же